Всем привет и добро пожаловать обратно в криптовселенную. Сегодня мы поговорим о биткоине и будем обсуждать индикатор страха и жадности. Индекс страха и жадности происходит от этого сайта. Я его оставлю в описании, если кто-то хочет посмотреть. Но основная идея в том, что рынок склонен переходить от экстремального страха к экстремальной жадности. И рынок повторяет эти паттерны раз за разом. Мы говорили много об этом в марте, когда индекс страха и жадности достиг 90. Причина, по которой мы говорили об уровне 90, как о важном уровне, в том, что во время количественного ужесточения в прошлом цикле в 2019, он только слегка ушел в 90. И потом на некоторое время спустился. И то же самое произошло еще раз. Посмотрите эти видео от марта, где мы говорили, как каждый раз, по крайней мере, ну не каждый раз, но в прошлом цикле, как только было достигнуто 90, мы в итоге ушли под 30. И вы можете видеть, что это произошло еще раз. Индекс страха и жадности в какой-то момент в августе спустился на уровень 10.20. Это что-то очень похожее на то, что произошло в прошлом цикле. Вероятно, это будет интересным уровнем для наблюдения. Каждый раз, когда индекс страха и жадности поднимается в эту область 90. Конечно же, есть ралли, где индекс страха и жадности остается в экстремальной жадности гораздо дольше. В 2019 мы оставались в экстремальной жадности всего пару дней. В 2024 мы оставались в экстремальной жадности всего один день. Ну, в смысле, выше 90, если выше 80 и 75, дольше. Но в плане 90 мы оставались всего два дня в 2019 и один день в 2024. И это было довольно близко к непосредственной вершине в пределах недели. И это довольно точно не идеально, но это было довольно хорошо. И на непосредственной вершине индекс страха и жадности был все еще в районе 80. 9 марта он был на 84, все еще на экстремальной жадности. Но сейчас этот индекс на 80. Он все еще не дошел до уровня 90. И, наверное, вопрос в том, если он дойдет до уровня 90, будет ли это как то, что произошло в 2019 и 2024, или как то, что было в год Халвинга в 2020? Потому что в конце года Халвинга в 2020 мы оставались в экстремальной жадности очень долго. Это то, где это будет очень интересно. В начале 2024 это определенно имело гораздо больше смысла. провести гораздо меньше времени. Выше 90. Потому что все еще похоже на то, что мы потенциально повторяем паттерн 19, который мы повторили, и мы говорили, что скорее всего потребуется 6 месяцев, по крайней мере, чтобы прорваться наверх. И то же самое произошло в этом цикле. Прошло 6 месяцев до прорыва. Сейчас не так ясно. Сравниваем мы это с 2019 или 2020. Причина, по которой стоит сравнивать с 2019, может быть в том, что мы все еще в количественном ужесточении, а в 2020 мы были в количественном смягчении. Но цикличный взгляд на биткоин скажет, что если вас это не волнует, то имеет больше смысла сравнивать это с вот этим местом. В то время как вершина в марте 2024, скорее всего, повторила бы то, что было в 2019. Я думаю, что гораздо менее ясно, куда он пойдет в этот раз. А одна из вещей, за которыми я бы следил, это в 2019, после непосредственной вершины, локальной вершины, альткоины не двигались после этого. А в 2020 двигались. Если вам интересно, начнут ли двигаться ваши альткоины к биткоину, это может зависеть от того, как много времени. Мы проведем в экстремальной жадности. Если это всего 1-2 дня, где мы выше 90, то этого может быть недостаточно для того, чтобы притянуть массы. Но если мы проведем пару месяцев в этой области, как мы сделали в конце 2020, этого уже может быть достаточно, чтобы притянуть массы. Если вы посмотрите на скользящее среднее, это может иметь больше смысла. Если вы посмотрите на скользящее среднее, индексы страха и жадности, мне кажется, это помогает понять, ну, вместо того, чтобы уделять внимание отдельным точкам данных. Вы смотрите на общий сантимент. Вы можете видеть, что 30-дневный мувинг в марте нашел вершину в районе 80. 30-дневный простой индекса сейчас в районе 71. Помните, в марте, когда индекс страха и жадности дошел до 80, он был довольно близко к локальной вершине. В 2019-м вершина была в районе 75. Это было довольно близко к локальной вершине. Вероятно, это будет уровнем для наблюдения. Если 30-дневный мувинг поднимется до 90, а сам по себе, где вместо одной точки данных, если это всего 1-2 точки данных, 30-дневный не пойдет туда. Но если будет несколько точек данных, где 30-дневный простой поднимется до 90, то это будет благоволить возврату розницы. И это было самым большим вопросом в этом цикле. Это то, что биткоин продолжает расти. Но розничным инвесторам нет особо до этого дела. Я выпущу видео об этом позже, но если вы посмотрите на социальный риск, социальный риск все еще довольно низко. Он все еще на точка 309. Что означает, что это все еще выглядит как 2019-й, нежели как 2020-й, тем не менее. Когда это начало двигаться в 2020-м, это действительно начало двигаться, так что нет гарантий, что это в это не превратится. Но сейчас это не так. Это двигается в том направлении и, скорее всего, продолжит двигаться в этом направлении, пока биткоин продолжает подниматься на новые максимумы. Но если биткоин задержится на пару недель и не продолжит движение наверх, то розница может потерять этот интерес. Так что это будет зависеть, я думаю, от того, как долго мы будем оставаться на этих более высоких уровнях страха и жадности. Если это всего пару дней, как в 2019-м, это немного, но если в итоге это будет пару месяцев, то вы можете увидеть, как вернется розница. И одна из причин, по которой возвращается розница обычно, это потому что биткоин появляется в заголовках. Вместо покупки биткоина они покупают альткоины. Это одна из причин, по которой доминация биткоина обычно снижается в годы после года халвинга, в том, что розница возвращается, и обычно, когда она возвращается, они покупают альткоины. И биткоин обычно будет тормозить какое-то время. Когда вернется розница? Не все время, но просто люди будут фокусироваться больше на альткоинах, чем на биткоине. Помните, есть три года, где доминация биткоина растет, и единственный год, где она снижается, это год после года халвинга. И это будет в следующем году. Что произойдет в следующем году, скорее всего, будет зависеть от того, как долго мы будем оставаться на этих более высоких уровнях страха и жадности. Опять же, если это будет коротко, и у нас будет, может быть, ну скажем, мы достигнем до 90, к слову о 90, а биткоин сейчас на 89 тысячах. Он близок к 90 тысячам. Если биткоин пробьется в область 90 тысяч и будет подбираться к сотне, то, скорее всего, индекс страха и жадности пойдет на уровень 90. И вопросом будет, будет ли у нас одна точка данных. Одна или две, как в 2024 и 2019. Или их будет много, как в 2020. И я думаю, что многое из этого сводится к тому, пойдет ли биткоин достаточно высоко для того, чтобы вернулась розница. Будет ли у нас большой заголовок с шестью знаками, или мы это отложим. Это может быть то, к чему все сводится, в плане того, как долго индекс страха и жадности будет расти. Но сейчас вы можете видеть, что в сравнении с 2019, которое мы делали в плане индекса, отыграло идеально. Мы сказали, что когда он дойдет до 90, это, скорее всего, отметит вершину. И мы, скорее всего, увидим, как он пойдет под 20. И он в итоге это сделал. И сейчас он вот здесь опять на 80. И если вы вернетесь к ноябрю 2020, в это время он был тоже в районе 80. Довольно интересно, как циклично он на том же уровне. И если вы сравните с 19, с пиком в 19, он был тоже в районе этого же уровня, во время количественного ужесточения. Наверное, мы узнаем, что же будет преобладать. Опять же, ранее в этом году имело больше смысла сравнивать с 19. Сейчас не так все ясно, потому что денежная политика говорит, посмотрите на 2019 и поймите, когда он дойдет до 95. Это может отметить точку для отката. Но цикличный взгляд, который преобладал довольно хорошо в последнее время, будет указывать на некоторые другие вещи. Посмотрим, что произойдет. Ближе к Новому году мы говорили много о различных исходах для биткоина, как управлять рисками. Я не использую индекс страха и жадности для торговли, я использую уровни риска. Мы об этом тоже выпустим видео. Но я думаю, что имеет смысл иметь план, нежели просто идти вслепую. Один момент с этим всем, и я хочу на это указать. Иногда продажа на уровне страха и жадности в 90 может хорошо отработать. Например, если бы вы сделали это в марте, вы бы хорошо все сделали. На вершине в 19 тоже все хорошо было бы. Но если бы вы продали, как только индекс зашел до 90 в 20, вы бы продали на 15 тысячах, и потом он вырос в 4 раза. Так что торговля только, основываясь на индексе страха и жадности, наверное, не лучшая стратегия. Я думаю, имеет больше смысла использовать это в сочетании с чем-то, чтобы понять, в экстремальной ли мы жадности, у нас много точек данных в 90 или нет, сигналят ли другие индикаторы. Тогда у вас, наверное, будет откат. Но если он просто медленно растет и не притягивает розницу, то он может всегда продолжить карабкаться по стене беспокойства гораздо дольше. Это индекс страха и жадности. Мы также можем быстро посмотреть на экспоненциальный мувинг. Вот 30-дневный экспоненциальный мувинг, и вы можете видеть, что у него вершина была в марте, в районе 78 и сейчас он на 69. Опять же, эти вещи требуют времени, и посмотрим, как высоко биткоин может пойти. Чем выше он пойдет, чем дольше это будет происходить, тем выше будет индекс страха и жадности. Если у биткоина будет откат в какой-то момент, то индекс страха и жадности опустится на какое-то время, как он сделал это в январе 24-го, и потом опять вырастет, когда биткоин будет готов к следующему движению. Это, я думаю, то, на чем стоит фокусироваться в плане индекса страха и жадности, будут ли эти точки 90 или нет. Я за ним наблюдаю, посмотрим, будет ли у нас это. Если у нас будет отметка на 90, я, скорее всего, выпущу видео. Но сейчас индекс в районе 80, и это горячий уровень, вы можете видеть. В 2020 мы были в 80 какое-то время, даже не дошли до 90, и откатились на 20%. И я думаю, что будет, скорее всего, откат перед тем, как мы дойдем до 6-ти знаков. Опять же, если вы посмотрите на QQQ, он запустился в марте 99-го, и потом нашел вершину ровно через год. А потом у него был гораздо более серьезный откат. Но по мере роста он запустился на 48. По мере роста он дошел до 95. Через какое-то время после запуска, а потом был откат до 80. Так что был значительный откат. Есть хороший шанс, что вы увидите такой откат в какой-то момент, и это может соответствовать индексу страха и жадности на более высоких уровнях. Посмотрим, что будет. Сейчас биткоин все еще в районе 89 тысяч долларов. Я знаю, многие из вас задают вопросы о том, как высоко он может пойти перед тем, как у нас будет более крупный откат. Но помните, вот почему. Держаться с королем обычно имеет много смысла. Очевидно, доминация биткоина может пойти выше. Я не знаю. Я думал, 60% будет хорошей вехой. Все еще выглядит как хорошая веха, но пока не кончится год или не наступит вторая неделя января. Самая поздняя. Я думаю, что имеет смысл держать разум открытым. На тему того, что доминация может продолжить расти. И очевидно, многие люди спрашивали меня об этом графике, так что я его упомяну. Потому что люди меня продолжают спрашивать. Доминация и USDT это то, что мной обсуждалось много в марте. И очевидно, из-за того, что я много об этом тогда говорил, и в итоге это отметило среднесрочную вершину. Люди сейчас смотрят, и отметят ли это локальную вершину. Я не знаю. У меня нету сильного убеждения, такого же сильного, как было в марте. Я думаю, что эта линия тренда в итоге пробьется. Она должна пробиться. Потому что если она не пробьется, то доминация в итоге пойдет на 100%. Так что в какой-то момент она пробьется. Вопрос, пробьется ли она сейчас, или через год, или два года. Когда она пробьется. Вы можете видеть, что доминация USDT дошла опять до этой линии. И это отметило откат в марте 2024. И также это отмечало значительные откаты. Так что я бы за этим поглядывал. Как на что-то, на что можно потенциально будет оглянуться и сказать, что это было причиной отката, если он будет. Если это пробьется, то я начну рассматривать горизонтальные уровни поддержки. Такие как 3,8%. Или вот здесь у нас 2,5%. Так, скорее всего, мы низко не пойдем. Но если эта структура пробьется, то я думаю, что это будет следующим в районе 3,8%. Продолжение следует... Продолжение следует...